Ассалаум алейкум, джигетермен кэсдар, калай синдар, булл каштанов, менен каштанов реакшн канала Макош, кельтин издар. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Как Россия теряет влияние на постсоветском пространстве». Интересное видео, судя по названию, особенно для меня. Но я думаю и для вас оно тоже будет в какой-то степени интересное, потому что там так или иначе будет что-то говориться и про Казахстан в том числе. Потому что, как известно и всем понятно, Казахстан это тоже как и Россия, как и Кыргызстан, Узбекистан и так далее. Это все части постсоветского пространства, одного некогда большого государства. Ребята, приступаем к просмотру. Прежде чем мы приступим, Копрахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте. И не забывайте включать колокольчик уведомления. А мы приступаем. Ах да, ребята, с наступившим 2022 годом. Пускай в новом году сбудутся все ваши мечты. Смотрим. Кеттык. Советский Союз распался и на месте бывших советских республик возникли новые независимые государства. Казалось бы, после распада СССР они должны были ориентировать свою внешнюю политику на сохранение единого политического и экономического, а также геополитического пространства. Однако этого не произошло. В итоге противоречие между бывшими республиками привело к напряженному отношению между самими республиками постсоветского пространства. В этом видео мы расскажем, почему бывшие республики начали отдаляться от России и как так получилось, что союзники России за короткое время стали ее врагами. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. В настоящий момент постсоветское пространство можно разделиться на три региона. Восточноевропейский регион, куда входят страны Прибалтики, Беларусь, Украина и Молдова. Специфика Восточноевропейского региона заключается в том, что они находятся на стыке двух миров. России и Европы. В 2004 году Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО и Европейскому Союзу, тем самым стали неотъемлемой частью Запада. Они добили значительного прогресса в освобождении от своего советского прошлого и российской сферы влияния, и даже выступают против России, считая ее политику агрессивной. Что касается Беларуси, то это одна из тех маленьких европейских стран, в которой не всегда соблюдаются демократические принципы, особенно на фоне последних событий. На протяжении веков она была частью Российской империи и Советского Союза. Российско-белорусские отношения остаются самыми обширными и близкими, которые Россия имеет на постсоветском пространстве. Ну, понятно, да, почему? Потому что два плюс-минус одинаковых, в кавычках, руководителей, которые практически столько же лет у власти, и они, как бы, ну, можно сказать, даже чем-то похожи, да? Ну, как бы, похоже так, как бы, в теории, я говорю, все то же самое, что происходит в Беларуси, и у нас просто в более таких больших масштабах. А тем более недавние события после выборов президента Беларуси, как бы, говорят сами за себя. И даже я где-то такое слышал или читал в интернете, что якобы это два последних, как это сказать, два последних правителя, которые, ну, будем так, скажем, держат в ежовых рукавицах свои народы, да? Ну, это я прям так сейчас максимально корректно говорю, чтобы не сказать ничего лишнего, потому что, как бы, в нашей стране, в России могут прийти, постучать в дверь и прийти, если ты начнешь что-то высказывать. Поэтому, ребят, как бы, ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Смотрим дальше. В Беларуси обеспокоены тем, что Россия может предпринять некоторые решительные шаги, в том числе военные действия, до того, чтобы Беларусь прочно оставалась в орбите Москвы. И боятся, что сами того не замечая, могут в один день стать россиянами. События, которые происходили в Беларуси в 2020 году, свидетельствуют о том, что Россия в любой момент может потерять своего союзника. Беларусы – самое дружественное к России общество среди постсоветских стран. Они не хотят выбрать между Россией и Западом. Они просто хотят иметь возможность решать, кто правит их страной. Румыноязычная Молдова изо всех сил пытается определить свою идентичность. Бывший президент республики Игорь Дадон был пророссийским, и во время его президентства страны были в хороших отношениях. Все эти годы Молдова балансировала между ЕС и Россией, находя контакт и с той, и с другой стороной. Но в президентских выборах в 2020 году победу одержала Майя Санду, политика которой прозападная, и можно сказать, что еще один уже бывший союзник России поворачивается на Запад. Украина, пожалуй, самый яркий и самый очевидный пример того, как Россия утрачивает власть на постсоветском пространстве. Ни одна страна бывшего Советского Союза не важнее для России, чем Украина. Так было более 300 лет и остается таковым и сегодня. Однако революция на Евромайдане в 2013 и 2014 годах вызвала катастрофический разрыв в отношениях этих двух стран. Искрой, которая зажгла революция, стали споры по поводу будущих связей Украины с Европейским Союзом. Фактически, Украина была развита на две группы. Запад хотел Европу, а восток страны был лоялен к России. Присоединение Крыма и начало войны на юго-востоке страны окончательно подтолкнуло Украину к Западу и привело к выходу Украины из постсоветского мира. Недавний друг и союзник превратился во врага, который не хотел ни экономически, ни политически полагаться на Россию. Закавказья или Южный Кавказ, который является домом для трех стран. Грузии, Армении и Азербайджана. Которые очень разные этнически, лингвистически и религиозно. Каждая страна пошла своим уникальным путем и каждая разработала свою формулу взаимодействия с Россией. Пятидневная война в Южной Осетии в августе 2008 года поставила крест на когда-то добрых отношениях России и Грузии. Через две недели после этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые составляют примерно 20% территории Грузии. Дипломатические отношения двух стран были разорваны. По сей день в России нет грузинского посольства, а в Грузии российского. Сейчас президентом Грузии является прозападный политик Сароми Зурбашвили. В своих выступлениях она неоднократно критиковала политику России в отношении ее страны. И в частности оккупации Южной Осетии и Абхазии. Россия потеряла окончательно Украину, а до этого она потеряла Грузию. С потерей этих двух ключевых сфер влияния России был нанесен серьезный ущерб. Армения. Она окружена могущественными соседями, Ираном и Азербайджаном, а также Турцией. Последняя из которых была ответственна за геноцид примерно миллиона армян во время Первой мировой войны. Армения и Азербайджан уже более трех десятилетий находятся в состоянии войны из-за Нагорного Карабаха. А Турция была верным союзникам Азербайджана в ее войне с Арменией. Таким образом Армения зажата между двумя враждебными соседями. Учитывая географическое расположение, неудивительно, что Армения была верным союзником России, на которую она опирается в защите и сегодня, хоть и с небольшим недоверием после войны с Азербайджаном. Так как Армения надеялась на большую поддержку со стороны России. Третьей и самой сильной экономической развитой страной из-за Кавказья является Азербайджан. Население говорит на тюркском языке, и это подталкивает страну и его народ на партнерство со своим большим братом, влияние которого растет в последние годы не только на Близне-Востоке, но и за его пределами. Азербайджан смог занять центральную независимую роль в регионе. Он признает силу, которой все еще обладает Россия, и уважает национальные интересы России. Однако он достаточно силен, чтобы добиться своих целей, не считаясь частью традиционной российской орбиты. Сегодня другие страны, включая Китай, Европейский Союз, Иран, Турция и США, соперничают с Россией за экономическое, политическое и социальное влияние в трех странах. И третий – Центрально-Азиатский регион. Прошнейшими внешнополитическими факторами для этого региона являются политика Китая и нестабильность в Афганистане. Пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – были тесно интегрированы с Россией с тех пор, как регион вошел в состав Российской империи, а затем в период Советского Союза. После распада Советского Союза отношения с Россией значительно изменились. Россия больше не имеет прямого контроля над регионом, но по-прежнему остается доминирующей военной и политической державой. Однако экономически Китай становится новой силой и борется за влияние. У России есть важные экономические интересы в Центральной Азии, а в свою очередь Россия нужна Центрально-Азиатским странам, как центр для экспорта трудовых мигрантов, а также защищает территориальную целостность этих стран. Казахстан – самое большое государство в Центральной Азии и единственное, что граничит с Россией. На протяжении постсоветского периода Казахстан проводил многовекторную внешнюю политику, поддерживая и балансируя хорошие отношения с Россией, Китаем и Западом. Казахстан является участником различных многосторонних соглашений и организаций в области безопасности и экономики, в которых доминирует Россия. Но он ведет свою независимую внешнюю политику и давно уже не всегда заодно с Россией. Кыргызстан и Таджикистан – два самых лояльных союзника России, которые больше всего зависят от Москвы в плане экономической помощи и в области безопасности. В обеих странах размещаются российские военные базы и не полагаются на Россию в плане военной техники и обучения. Большая часть экономики Кыргызстана и Таджикистана поддерживается за счет денежных переводов, отправляемых на родину мигрантами. Но тут еще есть Китай, который добивается значительных экономических успехов в обеих странах. Узбекистан относится к Москве с большим подозрением и избегает большого сближения с Россией и организациями, в которых доминирует Россия. Поэтому и не входят в ЕС и ОДКБ. Туркменистан официально является нейтральной страной и по этой причине не участвует ни в каких организациях, которые могут поставить под угрозу его нейтралитет. Страны постсоветского пространства условно можно разделить на три группы. К первой относятся государства, которые участвуют в реализации интеграционных проектов, инициированных Россией. Это Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Они являются членами Евразийского экономического союза и ОДКБ. Вторая группа состоит из Украины, Молдавии и Грузии, которые стремятся присоединиться к европейской экономической интеграции, став соответственно членами НАТО и ЕС. В третью группу входят Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, которые не проявляют интереса к участию в интеграционных проектах, возглавляемых Россией, и не стремятся войти в Европу, предпочитая сохранить за собой свободу рук, развивая сотрудничество как с Россией, так и с Китаем и с другими странами. Для России выгодно иметь больше союзников. Таким образом, она получит влияние и авторитет на мировой арене. Брать, например, Соединенных Штатов, у которых есть свои союзники, партнеры, и их военная база расположена на всех континентах. Сегодня перед постсоветскими республиками стоит непростой выбор – закрепиться в орбите России и строить вместе с ней единое геополитическое пространство, или поддаться на внешние соблазны и поменять ориентацию в сторону Запада, Китая или Турции. А то, что случилось с Советским Союзом, напоминает нам еще одну важную истину, которую не стоит забывать. Государства рождаются и умирают точно так же, как и люди, как и все в этом мире. Сплатить навеки никого в этой жизни невозможно. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях на этот счет, и обязательно посмотрите страницу моего канала. Там вы найдете много интересных и полезных роликов. Удачи вам! Так, ребята. Ну, опять же, да, такой достаточно интересный информативный ролик получился. Ну и, как бы, складывается все-таки такое мнение после просмотра, как бы, ощущение от просмотра, то, что все-таки, как будто бы, кругом враги, да? Ну, опять же, это всего лишь такое ощущение, но я верю, что это, конечно же, не так. Просто понятно, что когда все страны стали независимыми, они стали, как бы, ну, развиваться в каких-то своих, да, векторах, в своих направлениях. И это нормально, логично. И, наверное, так и должно быть при таких, как бы, исторических событиях, да? Когда некогда большое государство раскалывается на множество маленьких и независимых. Ну, как, кто-то большой, кто-то маленький, но плюс-минус, как бы, вы понимаете, про что я. И, понятное дело, да, каждое государство, это прям, как говорится, государство в государстве, да? То есть, это прям государство-государство, которое всеми путями ищет выгоду лично для себя. Да, и вот даже если какие-то есть вот эти экономические союзы, да, и так далее, то это понятно, я думаю, все это понимают, что все равно так или иначе никто не будет что-то делать себе в ущерб, да? Каждое государство старается искать выгоду. А если не получается, да, то идут на какие-то компромиссы, в чем-то себя ущемляя в одном моменте, в другом в плюсе, да, выходя, и так вот наоборот. Так что и поэтому складывается ощущение, что кругом одни враги, да? Ну, это как бы я так слишком громко, конечно же, сказал, и все-таки верю, что это не так, потому что геополитика – это достаточно такая сложная штука, и это надо быть экспертом, да, чтобы прям сидеть и так разбираться. Я всего лишь смотрю со стороны взгляд обычного человека, обычного гражданина Российской Федерации. Да, я не то что допускаю, я знаю, что я во многих вещах не осведомлен, но для этого я здесь и смотрю эти видео, чтобы разобраться, потому что очень много лет это все проходило мимо меня, у меня были какие-то свои дела, заботы, работы, кредиты, ипотеки и так далее, и так далее, понимаете? А вот это вот, все это идет мимо тебя, да, вот это вот такая, типа, жизнь, да, и, понятное дело, да, ты никак не сможешь на нее повлиять, это все равно будет идти своим чередом, будешь ты, не будешь ты, оно все равно все будет идти, но, как бы, я считаю, что, наверное, надо как-то хотя бы немножечко в этом разбираться, хотя, конечно, да, политика – это такое достаточно грязное дело, все равно, что копаться в грязном белье, да, даже такое есть выражение, но хотя бы как-то так маломальски, я думаю, надо иметь представление, что происходит, как бы, внутри своей страны, ну, в данном случае, что происходит с взаимоотношениями с бывшими, со странами, которые некогда были в составе единого Советского Союза, как-то так. Ну, так интересно было, достаточно, в принципе, про все страны рассказали, ну, если честно, да, для первого просмотра так сразу все не схвачишь, да, что называется, в голове не отложишься, это надо, как бы, пересматривать, выникать, наверное, раза два или три, да, чтобы ты прям такой, опа. Ну, опять же, да, как я говорил, если человек периодически, прям вот, ну, у него есть интерес вот именно в этом направлении, то для него это все понятно. Я стараюсь охватить как можно больше информации, которая так или иначе касается России, и, в частности, ее взаимоотношениями с соседскими, ну, с соседями, да, с соседними государствами. Ну, в данном случае, как бы, у меня канал про Казахстан. В этом видео как раз-таки, да, и Казахстан тоже упомянули, поэтому, я думаю, это видео вообще было такое интернациональное и интересно, безусловно, всем. Так, по этому видео у меня все, ребята. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. И, да, ребята, если вы хотите помочь каналу, но не знаете, как это сделать, все очень просто. Достаточно пройтись под соседними видео, поставить лайки, написать комментарии, ну, что-то типа комментариев в поддержку автора канала. Это не займет много времени, но это невероятно поможет каналу, ну, и, в принципе, как бы и мне. Все, ребята, давайте всем пока, до связи.